С его именем связаны героические страницы нашей истории. Первый спутник Земли и начало космической эры. Создание ракетно-ядерного щита Советского Союза. Имя главного конструктора долго скрывали. Даже первые космонавты поначалу знали его исключительно по инициалам СП. Сегодня имя Сергея Королёва известно всему миру. 110-летний юбилей главного конструктора начался с торжественных мероприятий у Кремлёвской стены, где захоронен его прах. Смотрят звёзды с небес миллионами глаз. Время выбрало нас. Время выбрало нас. Сегодня вся страна отмечает 110-летие человека 20-го столетия, гордое имя которого носит ракетно-космическая корпорация «Энергия». День рождения Королёва отметили в подмосковном Наукограде, который сегодня носит его имя. Именно здесь, в УКБ-1, после войны Сергей Павлович начал свой путь в космонавтику. Сегодня это корпорация «Энергия» – один из флагманов в космической отрасли. «Жить надо с увлечением». Это был девиз Сергея Павловича, под которым он жил всю жизнь. Жить просто так нельзя. Жить надо с увлечением. Космосу надо либо отдаваться целиком, либо этим просто не заниматься. И тот посыл, который сформулировал Сергей Павлович о том, что надо жить с увлечением, работать с увлечением, отдаваться с увлечением. Да все надо делать с увлечением. Тогда будут и правильные результаты, и реализованы те задачи, которые мы перед собой ставим. Основоположник практической космонавтики – воплотивший в жизнь теория Николая Федорова, Константина Циолковского и Фридриха Цандера. Большую часть жизни провел на полигонах, аэродромах и космодромах. Но при этом успевал все. Руководил программой по исследованию Луны. Под его началом создавались космические аппараты для изучения Венеры и Марса, спутники связи и научные зонды. Об этом говорили в Роскосмосе, где продолжились мероприятия памятного дня. И действительно, я считаю, один из его гениев и талантов, которые, наверное, тяжело будет повторить и превзойти, это собрать вокруг себя, мотивировать и объединить единой идеей такое количество гениальных и талантливых людей. Космонавтов он называл «орелики» и не раз говорил, что хотел бы быть на их месте, но здоровье не позволяет. Главный конструктор провожал на орбиту первого космонавта Земли Юрия Гагарина. Затем был суточный полет Германа Титова, групповой полет Андриана Николаева и Павла Поповича, первой женщины Валентины Терешковой и, наконец, первый выход в открытый космос Алексея Леонова. Он привел знаменитые слова, которые потом он журналистам говорил, что моряк, находящийся на борту океанского лайнера, должен уметь плавать в океане. И точно так же космонавт, находящийся на борту космического корабля, должен плавать в открытом космосе. Не только плавать, а заниматься монтажными, демонтажными работами. Его считали человеком из будущего. Единомышленники называли гением. Сам же главный конструктор говорил, что он просто мечтатель. Никогда Королев не донул в текучке. Он, решая текучие вопросы, вникая в детали сегодняшнего дня, он всегда думал о будущем, он видел глобально, как будет развиваться дальше отечественная и даже международная мировая космонавтика. И вот, если мы говорим сегодня о его наследии, то оно, прежде всего, в нашей должно быть голове. Не просто в памяти о прошлых успехах и в ностальгии по советскому космосу, а вот именно в таком глобальном системном мышлении, позволяющем одновременно вникать в детали и тонкости сегодняшнего дня, решая сегодняшние задачи в борьбе за безаварийность, за качество, одновременно думать над тем, каким будет лицо страны нашей, которая живет русским космосом и будет им жить, я думаю, всегда. Россия теперь уже навсегда космическая держава, и нам надо не подвести. Его недолгая земная жизнь, как путь через тернии к звездам, которую он проложил для всего человечества. На этой неделе главному конструктору исполнилось бы 110 лет. Возможно, без 12 января 1907 года не было бы и полета Юрия Гагарина. Земля, где космонавт? Все работает нормально. Все работает нормально. Программ, полет. Многие идеи и планы Сергея Королева были реализованы уже после него. И только главная мечта все еще ждет своего часа — полет человека на Марс. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok